Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и сегодня будет коротенький такой подкаст. Хочу вам рассказать про один довольно интересный сериал, который я думаю, что большинство из вас, скорее всего, пропустили, как и я. Дело в том, что сериалы стали популярны только последние лет 7-8. То есть, ну, имеется ввиду, то есть раньше как-то считалось, я сериал и смотрю только домохозяйки, да чё там. И у любого человека, когда говоришь ему слово сериал, сразу приходили какие-то мысли по поводу там, либо Санта-Барбары, либо бесконечные сериалы про ментов на НТВ. Но всё изменилось после там сериала Lost, потом был Побег, потом, ну, ещё несколько. И сейчас там уже сериалы смотрят все, то есть там Breaking Bad, всякие там, Игра Престолов и огромное количество, то есть Подпольная Империя. В общем, сериалов стало настолько много, и их уровень стал настолько близок к киношному, что многие перешли на сериалы, смотрят вообще только сериалы сейчас. Кто-то, ну, по-прежнему смотрит кино, но также смотрит сериалы. В общем, короче, это стало частью вот современного какого-то кинематографа, да. И сейчас смотреть сериалы уже давно перестало быть зашкваром каким-то, то есть и к этому нормально абсолютно все относятся. Почему же я считаю то, что многие из вас пропустили сериал Джон Доу, о котором мы сегодня с вами говорим, потому что он вышел гораздо раньше, чем сериалы стали именно популярны, то есть после, ну, до начала старта вот именно новой эры сериалов. Он вышел в 2002 году и играет там Доминик Пёрсел, он наверняка многим из вас знаком по сериалу Побег, где играл брата, да, главного героя. И я вообще ничего про этот сериал не слышал, случайно на него натолкнулся. Сюжет, на самом деле, меня сразу как-то заинтриговал, именно прочтя вот какую-то краткую, ну, не то что не рецензию, просто описание, да, и меня сразу заинтересовало. Сюжет, я без спойлеров не будет сегодня, я так в двух словах просто завязку скажу, что главный герой, он очнулся где-то в море, его выловили там какие-то, по-моему, рыбаки, если я не ошибаюсь, там, ну, или кто-то типа этого. Он не помнит, кто он такой, как его зовут, вообще ничего про себя не помнит, но при этом он знает вообще всё. То есть он знает все науки, все факты какие-либо, там, какое население в какой-то деревне, там, на, не знаю, берегу реки Жмудь, там, не знаю, сколько там населения Земли было, там, в каком-то году, там, и так далее, ядерную физику, там, биологию, там, всякие, и так далее. То есть, ну, так вот, он знает просто всё, вообще всё, вот что его не спросил, он всё знает, за исключением, конечно же, вопросов, которые, ну, на которых вообще нет ответа там пока, то есть науке неизвестно. То есть знает всё, что известно в данный момент науке и то, что происходило так или иначе. И вот он пытается как-то с этим разобраться, то есть он пытается понять, кто он такой, найти какую-то свою родню какую-то, вообще узнать, собственно говоря, что случилось. Ну, при этом он знакомится с некоторыми персонажами и, ну, так получается, он начинает помогать им расследовать преступления, именно пользуясь тем, что он, ну, у него, как бы, он умный просто сам по себе очень человек. И плюс он знает очень много, да, больше, чем кто-либо, кто бы то ни было на планете Земле. И всё, как бы, да, если рассказывать дальше, это уже пойдут спойлеры, такая вот завязочка. Могу сказать то, что вообще вот данный актёр, он уже давно как-то перест... Ну, я вот последние его роли там были вот эти с Уви Болом ужасные фильмы ещё какие-то, то есть, глядя на них, конечно, ты увидел то, что, ну, актёр так себе. Но могу вам сказать то, что, как ни странно, в сериале Джон Доу, Доминик, он сыграл очень неплохо и вообще он там сам на себя не похож, то есть он не такой, он не брутальный, там главный герой, да, он вот именно вжился как-то в эту роль и он смотрится абсолютно органично там. Это реально очень интересно. Интересно смотреть за развитием сюжета, интересно смотреть, с какими ситуациями сталкивается главный герой, ну, и его, скажем так, знакомые новые, да, как он из всего этого выпутывается. Сериал абсолютно семейный, то есть, в нём нету какой-то чернухи, прямо жести и, в принципе, его можно смотреть спокойно, там, даже с детьми, там, лет 12 спокойно, то есть, не будет никаких проблем в этом плане. То есть, он такой, ну, довольно-таки спокойный в этом. Ну, это хорошо, потому что сейчас очень многие сериалы, они им пытаются, как будто, знаете, искусственно, там, добавить туда, там, какое-то мясокровище. Здесь она лишняя, то есть, это, ну, не надо этому произведению и, как бы, отсутствие не вызывает каких-либо нареканий. Прямо скажем. В общем, найти его не проблема, он есть на торрент-трекерах, на рут-трекере, например, я скачал, то есть, я не знаю, можно ли его как-то купить, если есть среди вас люди, которые коллекционируют, там, на Blu-ray, например. Думаю, что при желании, наверное, можно как-то достать, но качество, конечно, так себе, то есть, видеоряда, ну, всё-таки сериал, ещё раз говорю, не новый, ему уже 15 лет и это надо понимать. В целом, как бы, несмотря на такой, ну, довольно солидный возраст, как бы, да, смотрится очень даже неплохо, то есть, конечно, надо понимать то, что в те времена, когда он снимался, не было такого развития, как у нас сейчас технологий, но это, опять-таки, не вызывает какого-либо отторжения и смотрится довольно органично. Вот, рекомендую всем абсолютно, кто любит вообще сериалы, кто не смотрел, кто любит какую-то научную фантастику такого рода, я думаю, что многим из вас придётся по вкусу, да, это произведение. Вот, многого, конечно, ждать не стоит, то есть, это прям не, ну, не 10 из 10, понятное дело, да, то есть, это не лучший, там, сериал всех времён народов, но вещь однозначно достойная внимания и я думаю то, что многие из вас получат, ну, искреннее удовольствие. Рейтинги у него хорошие были в своё время и даже на кинопоиске рейтинг у него больше 7,5 баллов, что для сериала это очень-очень немало, да, и, как бы, это радует. Жалко, что продолжение вроде как не сняли, ну, в принципе, и хрен с ним, да. Жалко, что в наше время сейчас, несмотря на то, что сериалов стало много, но многие из них не дотягивают вот до этого, хотя тут нет никаких ни спецэффектов особо, ничего, но вот именно берёт игра актёров и сюжет, плюс какая-то общая такая тёплая ламповая атмосфера, что ли, в данном сериале присутствует. Надеюсь, то, что многим из вас было полезно, если вы уже смотрели, можете написать в двух словах, ну, единственное, желательно не спойлерить как-то жёстко, мало ли, вдруг кто-нибудь не смотрел, прочитает случайно. Вот, но я считаю то, что однозначно стоящая вещь, то есть я могу, ну, если свой личный рейтинг ставить, я могу где-то, ну, тоже баллов 7,5 поставить ему, то есть спокойно. Вот, однозначно он войдёт, допустим, там, где-то в 30 лучших сериалов, которые я когда-либо смотрел, даже, может быть, в 20, если так какой-то рейтинг такой составлять. Я думаю, что он туда не на первых местах, но войдёт однозначно. Вот, приятного вам всем просмотра, ещё раз говорю, пишите свои комментарии, если вы смотрели и вам понравилось, пальчик вверх ставьте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие видео. Всем до скорого, ребят, всем пока.